Дорожки, на которых проводятся соревнования. И еще одно новшество введено на этом чемпионате мира. Я попозже обязательно об этом расскажу поподробнее. Дело в том, что впервые в истории проведения чемпионатов мира одновременно идут соревнования и паралимпийских фехтовальщиков. И, конечно, чемпионат мира очень... Из-за этого, в общем, здесь огромное количество участников. И, наверное, только вот такой огромный зал способен вместить всех и спортсменов, и тренеров, и представителей, и, конечно, публику. Публика в Италии любят фехтование, очень любят. И, к своему удивлению, вчера вечером выяснилось, что нет билетов на финальную часть соревнований, нет билетов ни на один финал, а впереди еще шесть, ни турнира. Итак, на ваших экранах первое участница финала. Знаменитая итальянская раперистка Валентина Витцалия. Легенда ходячая женского раперного фехтования. Двухратная олимпийская чемпионка. Два раза она побеждала в личном турнире, что само по себе уникальный результат. Ну, а сколько она выигрывала чемпионатов мира, сколько она побеждала раз на этапах Кубка мира. Честно говоря, вот МК показывает такие результаты. Андре Магра на ваших экранах. Это еще один знаменитый персонаж в мире фехтования. Это главный тренер женской раперной сборной и мужской раперной сборной тоже. И он ведет своих девочек уже очень давно. И под его руководством сборная команда выиграла очень и очень и очень много турниров. Хотя, в таком случае, последние три олимпиады итальянки выиграли с большим успехом. Ну, а на ваших экранах Сильвия Грушала, поиская раперистка. Она в этом году стала обладательницей Кубка мира. Это означает, что лучше всех выступала Сильвия Грушала в течение года. Набрала наибольшее количество очков. И стала обладательницей Кубка мира. Вот встречается ей соответствующая медаль. Принимает Сильвия поздравления. Кстати, то, что не попала Сильвия в финал чемпионата мира, это тоже небольшая сенсация. Одна из сильнейших раперисток мира на сегодняшний день Сильвия Грушала. Но и тем не менее вынуждена она сейчас сесть на трибуну и со стороны наблюдать о том, как будут разыграны медали этого мирового фехтования. Возможно, было ничего не слышать, не видеть. В общем, это были большие-большие проблемы. И человек терялся. Очень часто девочки, которые фехтовали с Сальянкой, просто терялись. И было видно, что психологически давит, конечно же, вот эта колоссальная поддержка публики на них. И из-за этого, наверное, некоторые сегодня и проиграли. Просто оказались не готовы вот к такому давлению эмоциональному со стороны зрителей. Ну, тут уж ничего не поделаешь. В общем, как зрители с Сальянкой не виноваты. Они поддерживают своих спортсменов. Тем более, что в Италии фитование популярно. Итальянские раперистки – это звезды. И вот здесь в зале, в подтверждение этих слов, можно сказать, что... В подтверждение этих слов можно сказать, что... Все делают итальянцы... Итак, все готово к началу первого полуфинала. На ваших ранах Валентина Витсали. Как всегда, сосредоточено, серьезно. И бой Аида Мохаммед выиграла тоже очень, так скажем, тяжело. Она фехтовала этот бой с нашей российской раперисткой Яной Рузавиной. И там тоже такая драматичная была ситуация. Закончилось основное время. Счет был равный 5-5. И по правилам соревнований была объявлена дополнительная минута. Был использован приоритет. Этот приоритет оказался у Яны Рузавиной. То есть, если бы она... Счет был бы ничейным по окончании этой минуты, то Яна, естественно, выиграла бы весь бой. Ну, и раперистки дефектовали практически до конца. Оставалось 7 секунд. И каким-то совершенно непонятным способом, каким-то чудом, Аида Мохаммед нанесла укол нашей раперистки. И выиграла этот бой со счетом 6-5. И таким образом она попала сюда в финальную часть соревнований. Но вот как она шла, конечно, это было на самом деле удивительно. Но починили здесь всю аппаратуру итальянцы. 12 уколов. То есть, выиграет та спортсменка, которая нанесет их первой. Бой продолжается 3 раунда по 3 минуты чистого времени. Спортсменки имеют 2 минуты перерыва, которые они используют для того, чтобы отдохнуть, перевести дух. Ну, и вот рядышком где-то должны быть тренеры, которые потом им в течение этой минуты будут что-то подсказывать, если вдруг что-то как-то не так пойдет, как было запланировано первоначально. Можно увидеть, что наколенник есть на ноге у Валентины Вицалии, на левой ноге. Дело в том, что сегодня упала раперистка во втором бою, в Олимпийке. Пришлось брать большую паузу. Были вызваны даже доктора. В общем, долго там они что-то колдовали. Над ногой, над коленом Валентины Вицалии. Потом одели вот на нее такой здоровый-здоровый наколенник огромный. Просто перевязали практически всю ногу, от бедра и до щиколотки. Но и по правилам соревнований, то есть Валентина должна была сверху, конечно, одеть брюки и натянуть гедры, потому что форма должна быть белой. Ну, и вот этим объясняется тем, что так не очень красиво выглядит левая нога у Валентины Вицалии. Но тут уж сейчас не до красоты. Сейчас главный результат, главное это уколы. Очень осторожно раперистки начали свой бой. Посмотрите, как двигается Валентина Вицалии. Аккуратно, аккуратно. Ну, пошла в первую атаку и нанесла укол. Не ожидала Аида Мохаммед. Как говорят фахтовальщики, проспала начало атаки. Ну и, естественно, уйти уже не успела. 1-0 впереди итальянская раперистка. Пошла вперед теперь Аида Мохаммед. Было столкновение и уколов никаких засчитано не было. Интересно, будут ли использовать раперистки свое право на просмотр видеоповторов. Сегодня был такой случай. Когда кто-то из девушек просил повтор, считая, что арбитр неправильно присудил фразу. Но арбитр пошел, посмотрел на этот повтор и, в общем, фразу развернул в другую сторону. Будут, будут такие моменты. Я думаю, что в сабельном финале особенно это проявится. Потому что у саблистов все очень быстро, они сами не успевают. Судьи тоже очень часто ошибаются, потому что просто не успевают за скоростью нанесения ударов. Ну и вот видеоповтору тут, конечно, наверное, играет свою положительную роль. Тем временем Валентина Витцали наносит еще один укол своей сопернице. И счет становится 2-0 в ее пользу. Остается меньше минуты фехтовать первым раунде раперисткам. В атаке была Айда Мохаммед, но ничего не получилось. Не дотянулся она до своей соперницы. Посмотрите, как ищет оружие Валентина Витцали. Аккуратно, аккуратно делает такие легкие батманчики. Она как бы убаюкивает свою соперницу. Это вообще ее манера, которая всегда приносила ей успех. Вроде бы неторопливая, вроде бы такая аккуратная. Но и тем не менее она очень действенная. Убаюкиваются спортсменки. Часто все попадаются на эту удочку. Потому что темп проведения, ведения боев у всех свой. Кто-то чуть быстрее может и любит вести бои. Кто-то чуть медленнее. Валентина Витцали хорошо себя чувствует именно в такой манере. Очень осторожной. Ну, конечно, Айде Мохаммед не нужно подстраиваться под этот темп. И нужно фехтовать самой. Что сейчас пытается делать Айде Мохаммед? Была она в атаке, но промахивается венгерская раперистка. Закончилась первая трехминутка. Ну и счет у нас всего-навсего 2-0. Это реалии сегодняшнего раперного фехтования. Не торопятся девушки. Очень аккуратно фехтуют. И зачастую бои так и заканчиваются. 5-5, 6-5. Может быть, бывает даже счет 2-2. Вот так вот 9 минут фехтуют, а счет 2-2. Но это все объясняется тем, что, конечно, никто не рискует. Конечно, все стараются действовать наверняка. Потому что тут, сами понимаете, что любая ошибка, любой недочет, он чреват тем, что можно проиграть бой, а вместе с ним лишиться и медали. Отдыхают девушки, дышат, пьют воду, выслушивают наставления своих тренеров. Рядом с Валентиной Витцали сейчас находится Андреа Магра. Что-то он ей объясняет. Причем очень подробно. Ну и такие же советы слушает от своего наставника Айда Мохаммед. Посмотрим, кто из тренеров что придумал. Даже из-под маски видно, как серьезно Валентина Витцали, как она настроена на борьбу. Я хочу напомнить, что в прошлом году чемпионат мира по фехтованию состоялся в Лейпциге. Прервусь на секунду. Еще один укол наносит Валентина Витцали. Счет становится 3-0. Промахивается Айда Мохаммед. И ситуация для венгерской реперистки, можно сказать, начинает становиться критической. Уже пора чего-то делать Айде. Потому что нужно немножечко пытаться сократить разницу в счете. Валентина Витцали не будет никуда спешить и торопиться. Она будет именно в такой манере аккуратно работать и ждать ошибки своей соперницы. Ну так вот я продолжу по поводу чемпионата мира, который был в прошлом году. Он состоялся в Лейпциге, в Германии.